Я в прошлом созыве зарегистрировал законопроект, вернее, изменение Конституции, который предусматривали. Если ты негодяй, пропускаешь пять заседаний на протяжении сессии, ты теряешь депутатский мандат. Если бы вы знали... Подождите, я вам расскажу просто правду. Если бы вы знали, как тяжело мне было собрать 150 подписей для его регистрации как законопроекта, и знаете, кто не давал эти подписи? Те, кто желчью исходят на трибуне Верховного Совета, защищая словами простых обычных граждан. Но это было прошлый созыв. А сейчас? Второе. А сейчас, давайте я сейчас предложу всем тут присутствующим поучаствовать в эксперименте. Я перевнесу этот закон и буду собирать подписи. А вот, уважаемый телеканал Интер, и мы другие каналы подтянем для этого дела, будут снимать, как я буду подходить депутатам и предлагать им поставить подпись, а потом мы посмотрим, как Верховный Совет внесет этот законопроект на рассмотрение. Вот давайте все вместе добьемся. Но две подписи вы уже сейчас можете получить. Вот, например, Живага Костя, всем известный, один из самых бедных людей, наверное, не только в Украине, а и в Европе. И известный, как один из прогульщиков в прошлом созыве. Послушайте, он был шесть раз за двадцать лет в Верховном Совете. Он двадцать лет депутат или пятнадцать. Шесть раз был, один закон зарегистрировал, и то лоббистки для своего бизнеса. Но мы держим ему место. А теперь ходят? Нет, не ходят. Он ходит только когда генерального прокурора избирают, и когда избирают главу Национального банка. А я уже зарегистрировал, чтобы их было только сто. Сто народных депутатов, вот так, для страны, я коллеги выживаю. Спасибо.